У пристройки к 43-й школе появился второй этаж, а в Дзержинском районе весной откроют новый торговый центр. Специальная комиссия во главе с первым замом мэра Сергеем Тарасовым сегодня проинспектировала стройплощадки Ярославля. Наш корреспондент Дарья Крот расскажет подробности. С немытыми колесами со стройплощадки не выезжает ни одна машина. Но это только сейчас. Как оказалось, требования выполняют не все застройщики. Об этом власти узнают и от горожан. В течение нескольких лет стройка в Брагине была заморожена, а уже в марте здесь появится современный торговый центр. Но жители жалуются, с наступлением осени строительная техника разносит грязь по всему району. В присутствии комиссии все машины были отмыты. Есть небольшие нарекания к работе застройщика. Это в основном связано с помывкой колес большегруза. Обращено особое внимание. И застройщик, я думаю, что поправит данную ситуацию. Если он ее не поправит, то будут наложены санкции. Если ситуация повторится, подрядчику грозит штраф до 150 тысяч рублей. А вот к работам у 43-й школы претензий у города нет. Здесь возводят четырехэтажную пристройку. На работу выделено 120 миллионов рублей. Строительство идет в графике. У нового здания уже появился второй этаж. В понедельник приступают к укладке третьего. Заострили внимание застройщика, строителя на то, что необходимо соблюдать периоды шумных работ для того, чтобы не мешать учащимся. Сегодня мы не получили и надеемся, что такого и не будет. Не получили ни одной жалобы от родительского комитета или от директора школы на данного застройщика. Новое здание появится здесь через два месяца. По размерам оно не будет уступать старому. Установку кровли подрядчик должен завершить в январе, но, возможно, успеет и раньше. Мы надеемся, конечно, на то, что погода нам позволит это все сделать и не будет никаких серьезных катаклизмов. Планируем все-таки постараться кровлю завершить максимум число к 10 января. Останется благоустройство и отделочные работы. В новом корпусе разместится спортивный и актовый залы и большая столовая. А главное, благодаря новым учебным местам в школе не будет второй смены. Это все станет реальностью уже в мае. Дарья Крот, Михаил Орлов, Новости города.